Воспоминания 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 американские боны они тогда назывались вот за издание которое было в америке его книги об аффектах жизнь была тяжелая это какие годы это 30-е годы середина это ближе к середине жизнь была очень тяжелой на украине была тяжелая жизнь они устраивали картофельные баллы кстати через александра мальчане как-то были связаны с компанией физика из ландау тоже вот но ландау посадили его потом спасал капица вот александр романовича не тронули но тамара русиков на рассказывала что пять или шесть раз александр владимирович вызывали в нквд и они каждый раз прощались вот на эти картофельные баллы как запорожец рассказывал их финансировал за счет бонов александр романович и он дал запорожцу деньги и говорил ты только водку не покупай а картофельные баллы просто ели картошку так что нежная была какая-то дружба у него с моим прямым учителем александр владимирович запорожцем и этой дружбе не помешало то это уже к вопросу о характере александра мальча его динамичности требовательности большой очень высокой к людям на совмещалась с вниманием с добротой но совершенно когда речь на деле это было невероятная требовательность после того как запорожец закончил педологический факультет лурия его взял в свою лабораторию академии коммунистического воспитания и в этом акв как они ее называли в этой лаборатории лурия как всегда занимался сирыми убогими там вот умственно отсталыми вот ну вот так вот их обследовал подлечил вообще интерес к патологии у него всегда ведь был потому что александр романович из осколков патологии он же совершенно замечательно умел собирать целое и характер были абсолютно противоположные динамичные лауреи уволин запорожец флегматичный я поступил в 64 году в то время еще не было факультета психологии было отделение психологии факультета 66 основали отдельный факультет и как это часто бывает со студентами которые в общем-то гуманитарно настроен и поступают чтобы учиться на психологию у меня как к концу 2 курса получается полный кризис потому что я понял что того что меня на самом деле интересует психологии нет а что психологии есть я имею ввиду экспериментальную классическую такую психологию с одной стороны и физиологическую психологию с другой стороны то это меня не очень интересовало человека гуманитарного склада и тогда обычно студентам приходится выбирать либо принять то что психологии имеется либо уйти и надо сказать что мне повезло неумоверно я часто об этом позже думал как раз в это время Александр Романович начал готовить к печати результаты своих экспедиции в среднюю азию начало 30-х годов и он стал студентом который знал бы языки и обладал бы именно такого рода гуманитарными интересами и который взял бы и почитал бы что написано в другие страны по поводу культурных различий познавательных процессов вот затем почти 40 лет что произошли с того времени когда он провел свои пионерские экспедиции вот таким образом я попал к нему я говорю об этом потому что большинство других его студентов из МГУ мои сокурсники и другие они все были конечно планировцы так что в этом смысле мое положение было немного другое я занимался так сказать любовью у него в молодости если так можно было сниться страстью даже молодости и задним числом если оглянуться сейчас то здесь можно подумать что если б можно было в то время выбирать свободно хочешь учиться в Бариже, в Лондоне, в Америке где угодно навряд ли бы я выбрал Москву а если только смотрю теперь задним числом надо сказать что благодаря тому что я попал в МГУ в этом смысле мне очень крупно повезло что попал именно туда потому что что касается культурной психологией этой отрасли психологии то именно в Москве она и родилась и тоже еще были жили и были при полных силах те люди которые в 20-30-е годы разработали эту отрасль психологии Леонтик, Нурриан, Зайперин, Запорожец, Каликонин, Зингарлик потрясающая компания преподавателей к тому же когда в 1966 основали факультет психологии нас было на курсе на моем например меньше тридцати через несколько лет уже курсы были сто человек сто пятьдесят человек а в то время эти профессора были так сказать для нас и личного общения было больше чем где-либо в мире я бы сказал так что это просто благослово очень круто я часто вспоминаю Александра Романовича и могу рассказать самые разные истории может быть скажу расскажу о том как Майкл Коу возникла хорошая идея пригласить меня вместе с собой в Либерию чтобы участвовать я мог в этих межкультурных исследованиях сидели мы дома у Александра Романовича и об этом говорили и он всех строит планы о чем о том что я мог бы там в Америке и в Африке сделать совместно с Майклом и так далее и тут она написана она говорит господин в Африку его ведь там сидят на что Александр Романович ответит дорогая людей едят не в Африке а в Москве и к сожалению так оно и получилось в том смысле что в Африку меня не пустили грубо говоря съели я бы сказал что Александр Романович был человек и значительный и в том смысле что есть люди которые умны в науке и чрезвычайно глупы в обыденной жизни но это был человек который соединил себе совершенно великолепную научную мысль с редким здравым смыслом и диссертационную работу я начал у него делать еще когда функционировала лаборатория в институте нейрохирургии потому что к сожалению к концу пятьдесят первого пятьдесят второго учебного моего года то есть в начале пятьдесят второго года лаборатория это была закрыта поскольку Александр Романович попал ну каким-то краем в это самое печально знаменитое дело врачей он же был кремлевским консультантом по случаям различных мозговых поражений тогда ведь не было томографии и прочих научных научно-технических премудростей которые сейчас очень облегчают дело диагностики и мозговых повреждений а тогда роль нейропсихолога была конечно очень большой очень большой и я помню хорошо что часто перед операцией непосредственно еще раз Александр Романович повторял свою диагностику перед тем как там кто-то из нейрохирургов тогда работавших вот сейчас уже даже трудно вспомнить там фамилии Корейцев, Коновалов а Коновалов уже работал тогда, да? да да вот и а Рутюнов он не в этой команде? нет такого я не помню ну он стал потом директором института нейрохирургии да Бурденко да, так вот это было все лаборатория была именно в институте нейрохирургии Бурденко конечно там недалеко от площади Маяковска это какая тверская имская третья или четвертая да я там там так много раз бывал когда был Александр Романович там да ну вот я постоянно туда с ним ходил и очень много он очень много времени тогда проводил со своими дипломниками с теми кто курсовые работы у него делал и еще это было связано так уже некоторыми личными такими мотивами это определялось он и прямо он даже как-то сказал что не хотел бы пропасть на улице поэтому он старался чтобы всегда кто-нибудь был с ним чтобы его провожали просто да 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 поэтому даже когда он шел из университета домой к себе это же рядом совсем там фронза 13 да шаг 1 да буквально да рядом так он обычно тащил кого-нибудь с собой поскольку вот я тогда у него в разгаре была моя дипломная курсовая то есть простите уже даже диссертация это первый пятьдесят конец пятьдесят первого начало пятьдесят второго года уже я на диссертации работал тогда вот пришлось все это мне бросить весь этот собранный там материал в институте нейрохирургии потому что тогда непонятно было восстановится там эта лаборатория или нет меня просто закрыли и ходили все время за Виса Романовичем провожали я его или Саша Мещеряков покойный или Иванова Рита была еще одна у него аспирантка а за нами шел еще некто в темно-сером или черном пальто обычно но черных очков он не носил нет тогда не было этой моды обычно кепка или шляпа в зависимости от сезона да или зимняя ушанка вот только да еще по глупости молодой я с этими самыми людьми а они обычно провожали потом меня до общежития на Страмыне ну конечно что-то надо написать да я Александра Романовича довел до дома потом иду на метро и за мной я еще на охотном так иногда разыгрывал такие штуки раза два помню подойду к поездам будто бы садиться а когда двери вот-вот должны закрыться я назад за колонны эти за проемы там на охотном вот и отрывались от хвоста убеждаясь что он уехал без меня вот такие бывали глупости но серьезно он очень был напряжен Александр Романович конечно была ситуация тяжелая для него психологически особенно то что была закрыта это лаборатория конечно ну тогда Академия педагогических наук РСФСР она тогда еще была его конечно очень поддержала и его взяли заместителем директора по науке в институт дефектологии и он ну вынуждены были мы предложил мне начать снова диссертацию на умцы на отсталых делать и вот тогда он начал собственно говоря вот этот новый такой этап своей работы он ведь почти десять лет был в институте дефектологии сначала заместителем директора а потом он все таки больше ну и возраст уже хотя я сейчас старше чем он был когда он скончался а все таки тогда он чувствовал себя я думаю что из-за этих еще вот припяти с этим не блестящий прямо скажем хотя энергия из него прямо било фонтаном можно сказать он удивительный в этом отношении был человек что называется заводной да и идеи все время он никогда не скупился на идеи предложения различные к работе к методикам в этом плане он был особенным человеком потому что далеко не все ученые так щедро делятся научными мыслями со своими да что я ему должен буду оставить статью для стенгазеты философского факультета у нас была такая стенгазета очень хорошая между прочим где всегда научные какие-то статьи публиковались не только об общественной жизни потому что по-моему нигде больше чем на философском факультете не было критически относящихся к той ситуации людей да в частности наверное вы знаете о том что лысенко выставили позорно с философского факультета где он в круглом зале свою теорию развивал насчет того что заяц зайца не ест зайца ест волк буквально под улюлюканье он бежал с этого самого доклада своего матерясь это это какой год я сидел и все это слышал его реакцию чтоб я когда-нибудь сюда еще пришел так вашу мать это какой год это было сейчас я вам скажу наверное в пятьдесят втором или пятьдесят третьем начале зимой пятьдесят второго пятьдесят третьего года тогда там белецкий был это вот в завязке с лысенковской этой теорией такой философ был да и чтобы освистать лысенко эти события не бывало в то время до смерти вождя это вообще было не важно да и тем не менее и никаких орг выводов да не было ничего освистали да он бежал оттуда и все да так вот я думаю что все-таки да так я не досказал значит там оставил я эту заметку чтобы Александр Романович сказал ты мне оставь я посмотрю и потом мы снова ее передадим в газету я поискал кого-нибудь из редколлегии никого не было и тогда я опустил в ящик который там для заметок в коридоре этого философского факультета недалеко от входной двери это было в этом в части главного этого старого здания которое выходит на угол тогда нам говорится герцога и человек который ходил за мной эту заметку изъял и она исчезла и она исчезла и я это я то есть я не видел как он непосредственно брал но я видел как он заглядывал в коридор когда я опускал эту заметку и я понял что ее не будет я уже тогда это увидел но достать уже нельзя было а как Александр Романович на это среагировал ну как я бы сказал нарушение правил конспирации с вашей стороны я не сказал ему говорить потому что это лишнее я сказал что Александр Романович пропало я опустил ящик но видимо кто-то из этой коллегии потерял а дома вы бывали Александр Романович? ну конечно тогда он обязательно затаскивал вот если его проводишь он обязательно уговаривал ну пойдем пойдем ко мне вот там и пообедаешь потом поедешь домой потом поедешь всю жизнь обязательно он приводил к себе и всегда он кормил всех своих там аспирантов в виде дипломников это уже было обязательно вот ну и после так идем обычно вот с ним туда в сторону дома там был такой маленький магазинчик на воздвиженке где сейчас какие-то там эти приемные вот он говорил ну зайдем чего-нибудь вкусненького купил он очень любил копченую треску вкусненько это чаще всего бывает копченая треска и специальные бублики если вы помните была такая булочная на на каляевской она была уже где-то вот когда к свистухе ехать мы всегда там устанавливались я не видел разницы между этими бубликами любыми другими но александр романович видел да я и в свистухе у него бывал и ночевал там неоднократно за что он обычно приглашал туда к себе когда работал над с своими аспирантами или над какой-то статьей обычно он ведь очень много занят в первой половине дня в лаборатории в лекции в университете потом еще какие-нибудь кафедральные дела там вечером поздно уже ничего не получается выставал поэтому он как раз очень часто использовал вот эти выходные дни когда он уезжал в свистуху и либо с собой вез либо к нему ехали туда поездом вот до туриста потом там добирались причем в разное время года там я у него был зимой и летом свистуху он очень любил интересно что там сейчас делается она более-менее в порядке да на фронте ничего нет естественно просто вообще ничего там уже какая-то другая организация вообще ну просто ничего не похоже я не хожу туда даже а свистуха более-менее в порядке